На канал Изогет поступил такой вопрос. Привычка делать замечания, как от нее избавиться? Ну, конечно, есть такие люди замечательные, которые что замечают, которые делают замечания, в этом смысле замечательные. Когда человек слишком много делает замечаний, когда он думает, что он учитель и всех должен поучить, делать такими, как он сам и думает, что он знает намного лучше, чем кто-либо. Да, конечно, это привычка греховная, она проявляется от повышенного самолюбия. Когда человек слишком самолюбив, он себя не замечает, он не видит бревна в своем глазу, он пытается вытащить старинку из глаза своего ближнего и думает, что он делает правильное дело и даже, может быть, этим как-то Богу угождает. Ну, собственно говоря, надо ли делать замечания или не надо? Или надо помалкивать лучше? Вообще, как быть? Ну, видите, бывают разные ситуации. Бывают, когда молчать нельзя. Например, происходит кощунство, и мы просто молча мимо проходим и ничего не говорим. Ну, что это такое будет? Таким молчанием, как сказано еще на Писании, предается Бог. Поэтому сказать надо все равно. Когда мы видим, какое-то зло творится, и кого-то унижают, кого-то оскорбляют, может быть. И мы проходим мимо, и не вступаемся за слабого. Но иногда, а может быть чаще, надо все же вступиться и сказать свое мнение, и сказать какое-то слово. Какое-то дело, как сказать замечание, если говорить это с превозношением, если пытаться поставить на место человека, которому мы делаем замечание, если мы говорим без любви что-либо, то наше замечание не будет иметь силы. Дело в том, что сила слова заключается в любви. Слово без любви, оно либо не имеет никакой власти, либо просто раздражает. Если сказано с любовью что-то, если сказано с уважением к человеку, если замечание сказано с желанием, чтобы добро было на первом месте, чтобы было не по-человечески, а по-божьему, то такие замечания, такие слова зачастую несут в себе благодатную силу. И они могут подействовать на человека, они могут остановить зло, они могут поддержать слабого, они могут обезоружить человека, который пытается кого-то унизить, они могут оставить кощунника. Но все же самое лучшее, когда мы делаем замечание, говорим с любовью людям, которые могут это услышать, которые к этому расположены, расположены к тому, чтобы научиться, которые одни с нами, одного с нами духа. Вот о таких сказано еще на Писании, в притчах, что «дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее, но учи праведного, и он примножит знания». Поэтому с любовью говорить можно и нужно, с желанием Богу угодить говорить должно, но никогда не надо делать замечание с превозношением, думая, что мы что-то знаем намного лучше, чем кто-либо, думая, что мы достойнее, чем кто-то, думая, что кто-то гораздо хуже нас. Вот привычка делать замечание в таком состоянии, она, конечно, будет греховной, и нам нужно от нее избавиться через смирение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok